От этого яхт-клуба, по словам специалистов муниципального контроля, давно осталась только вывеска. Более чем удачное расположение на центральном пляже, видимо, не сильно располагало вести профильную деятельность. Летом клуб превращается в торгово-развлекательный центр. На территории яхт-клуба была незаконная торговля, а именно, это татуировки, кукуруза, пилинг, аттракционы незаконно были установлены. В отношении указанных граждан были составлены административные протоколы, однако указанная деятельность прекращена не было. В связи с чем управлением муниципального контроля был сформирован пакет документов и направлен в правовое управление администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Администрация города занимается системной работой по наведению порядка на курорте. Эта ситуация не стала исключением. Исковое заявление направили в суд. Он признал сделку об аренде недействительной. На днях яхт-клуб посетили судебные приставы, но директора на месте не оказалось. С ним удалось поговорить по телефону. Скажите, пожалуйста, когда вы приступите к исполнению решения суда по освобождению земельного участка? Если в течение 10-дневного срока вы это не сделаете, тогда взыскатель своими силами будет освобождать. Территория это на сегодняшний момент муниципальная по решению суда. Она была в аренде у индивидуального предпринимателя. На сегодняшний момент есть решение суда, согласно которого данная территория должна быть освобождена. Все гаражи для яхт, а также административные здания были опечатаны для того, чтобы демонтировать постройку добровольно. У владельца осталась неделя. В противном случае это будет сделано в принудительном порядке. Никита Бойко, Ксения Сипкор, Аман Беркалиев, Анапа. Регион.